В Соединенные Штаты начали тестировать вакцину от свиного гриппа на детях и взрослых. Министерство здравоохранения и социальных служб США надеется провакцинировать как минимум 160 миллионов людей к декабрю. Более подробно об этом наш корреспондент Прия Сритха из телесудии в Вашингтоне. Здравствуй, Прия. Так каковы надежды на эту вакцину? Спасибо. Вакцина от свиного гриппа все больше беспокоит людей всего мира. Недавний опрос показал, что каждая третья британская медсестра сказала, что она не будет принимать вакцину от свиного гриппа, потому что ее беспокоят возможные побочные эффекты. Вакцина от свиного гриппа, сделанная в 70-х, которая должна быть почти такой же, как та, что предлагается нам сегодня, вызывала неврологическое расстройство под названием синдром Гейна-Барре. Для обсуждения этой темы ко мне присоединился сотрудник Rush Today и журналист и исследователь Вейн Мэтсон. Вейн, спасибо большое, что присоединились ко мне. Прежде всего, скажите, пожалуйста, кто уже провакцинирован? И что вы об этом слышали? Видимо, группа тестирования уже приняла вакцину. Также говорят, что разработанная вакцина подходит не всем. Вероятно, дети были использованы, нравится вам или нет этот термин, в качестве подопытных крыс в Оклахоме. Я знаю из разговоров работников и следовательского центра, что даже ученые, которые помогали разрабатывать вакцину для смолфакса, говорят, что они не собираются принимать вакцину, и также убеждают не делать это своих друзей и родных. А какие побочные эффекты были у этих детей, если они были? В составе вакцины есть компонент под названием Тамерисол. Половина его состоит из ртути. И было доказано, что он вызывает не только синдром Гиена-Барре, но также аутизм у маленьких детей. Было несколько таких случаев, когда проведенная вакцинация спровоцировала возникновение аутизма. Как эта вакцина от свиного гриппа будет предлагаться? Будет ли она принудительной для людей? Что вы про это слышали? На прошлой неделе состоялась конференция здесь, в Вашингтоне, где было представлено два мнения. Во-первых, это исследовательское сообщество и медицинское сообщество. Они говорили о том, что нам необходимо предоставлять людям достоверную информацию, чтобы позволить им принять решения, основанные на фактах. Во-вторых, это федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и по национальной безопасности. Они говорили о принудительной вакцинации, принудительных карантинах. В основном, политики ведут это дело вместо людей из медицинского сообщества, которые знают намного больше о влиянии этого препарата. И каков будет эффект, если большинство людей решит не принимать ее? Ну, те, кто принял вакцину, они могут ограничить свой контакт с другими. Но в основном получается так, что уже есть движение в пользу вакцины, которое началось по всей Америке. Как сказал кто-то из Министерства здравоохранения, эти люди взбушевались, как будто это враг. Они собираются ссылаться на различные протоколы о чрезвычайных ситуациях, чтобы надавить на тех людей, которые не хотят принимать вакцину, и чтобы заставить детей проходить вакцинацию. Все это, вероятно, вызовет определенные проблемы среди общественности здесь, в США. Сколько тестов этой вакцины было уже проведено? Как получилось, что мы не нашли такую вакцину, которая бы не имела всех этих побочных эффектов? Исследования показывают, что могут быть даны рекомендации сделать три вакцинации, две от свиного гриппа и одну от обычного сезонного гриппа. Но мы все знаем о побочных эффектах в 1975 и 1976 годах. К тому же, даже те люди, которые работают в медицине, эту вакцину считают небезопасной. А когда эти решения будут приняты? Когда решат, будет ли это принудительно или нет? Как мы знаем, это вторая волна гриппа в северном полушарии. Первый удар будет где-то в конце сентября. Пик будет достигнут в октябре, возможно. Так на самом деле было с гриппом в 1918 году. Первый случай в сентябре, пик в октябре, угасание в ноябре. Поэтому мы, вероятно, увидим эффект от вакцинации в следующем месяце. Таким образом, мы подходим к критической точке, когда увидим результат вакцинации от свиного гриппа. Мы будем стараться держать вас в курсе всех новых подробностей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!